Сыровские байкеры закрыли мотосезон. Любители скорости проехали по улицам города и устроили рок-концерт. Алексей Тагинцев – байкер с многолетним стажем. Любовь к свободе и скорости зародилась в сердце мотоциклиста еще в подростковом возрасте. Сначала Алексей управлял советским мотоциклом из Юпитер II. Чем дальше, тем мощнее были байки. Сейчас мужчины – БМВ-мотоцикл класса спорттурист. Удобный мотоцикл для дальних поездок, для поездок вдвоем. Экономичный, удобный, динамичный, с хорошей ветрозащитой, с хорошей оптикой. То есть мотоцикл создан для того, чтобы колесить по дорогам и наслаждаться впечатлениями. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Когда ты едешь на мотоцикле, ты ощущаешь все. Во-первых, это отличная панорама. Во-вторых, это очень хороший обзор. Я считаю, что гораздо безопаснее ездить на мотоцикле, чем на машине, потому что ты очень хорошо видишь дорогу. И в-третьих, опять же, ты едешь ветерок, птички, солнышко. Это настолько прекрасно, что никакое сравнение с машинами не идет просто. На закрытие сезона традиционно съезжаются все мотоциклисты города. В этот раз их было около сотни. Погода в этом году байкерам подарила солнце. В последние годы мотоциклисты стали более активными, стали посещать наши мероприятия. Это приятно, не может не радовать. И в целом, я смотрю, культура мото-вождения в городе растет. Люди становятся более ответственными, нормально подходят к процессу. У нас, кстати, сезон абсолютно безаварийно прошел. В честь закрытия сезона байкеры с тройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая ПДД, они прокатились как по старой части, так и по новому району. Сезон мотоциклистов закончился, а это значит, что совсем скоро железные кони отправятся в гараже, и ребята пересядут на автомобиле. Желаем им также соблюдать правила дорожного движения, и встретимся уже весной 2024 года. Весь сентябрь в школах города проходит учебная эвакуация. На место приезжают сотрудники МЧС, проводят с детьми беседы. На территории школы появляется пожарная машина. Сотрудники МЧС эвакуируют тех, кто остался в здании, и готовят к работе все необходимые инструменты. Весь сентябрь в школах города проходит учебная эвакуация. На место приезжают сотрудники МЧС, проводят с детьми беседы и на практике отрабатывают действия при пожаре. Не реже двух раз в год мы проводим такие тренировки, чтобы дети и сотрудники общеобразовательных учреждений знали, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях при пожаре, чтобы были отработаны свои дети при пожаре сотрудников, и чтобы дети без паники покидали горящее помещение, если вдруг такое случится. Все по-настоящему. На территории школы появляется пожарная машина. Сотрудники МЧС выполняют первичную задачу – эвакуируют тех, кто остался в здании, и готовят к работе все необходимые инструменты. А после устраняют очаг возгорания. Сотрудники МЧС отмечают, что все ребята с заданиями справились хорошо, а сами ребята оценивают эвакуацию на отлично. Больше всего им понравилось наблюдать за пожарной машиной и тем, как сотрудники МЧС оперативно выполняли свою работу. Было видно, как пожарные доставали шланг, начали поливать. Было очень хорошо то, что это было не на самом деле. Было бы очень страшно, если бы это было правдой. Я, конечно, знала, что это учебное, но было чуть-чуть страшновато, потому что я представляла, что думала, что это как будто настоящее. Было бы очень страшно, если бы это была бы настоящая тревога. В следующем месяце сотрудники МЧС проведут профилактические встречи в детских садах. Воспитанницам Икара Ирине Тимониной и Тамаре Давыдовой присвоено звание «Мастер спорта России». Юные дарования занимаются в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе более 10 лет. Ответственно подходят к тренировкам и стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях. Ставить цель и идти к ней. Самые яркие и теплые воспоминания Ирины Тимониной, связанные с Икаром, это победы. И это не обязательно про соревнования. Самая важная победа – победа над собой, считает девушка. Более 10 лет она занимается в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Ну, по ощущениям, чем дальше ты выступаешь на соревнованиях, тем тебе как-то страшнее что-ли становится. Когда ты маленький, у тебя еще нет такого страха. Ну, выступил и выступил, ну, бывает, да, там, где-то не получилось, где-то хорошо. Вот. Но в целом, конечно, первая победа – это прям вау, ты думаешь, неужели я смогла выбирать столько вот ребят, что я первая встала на предистал. Самыми волнительными для двух спортсменок Икара Ирины Тимониной и Тамары Давыдовой стали всероссийские соревнования, на которых они выполняли нормативы на звание «Мастеров спорта России». Выполнить все идеально один раз для такого почетного звания недостаточно. Нормативы затем подтверждают на других соревнованиях. А потому, если за плечами успешно пройдены первый этап, то права на ошибку просто нет, и градус ответственности зашкаливает. Потом мы поехали в Оренбург. Уже там я первый раз набрала на норматив «Мастера спорта». И я не одна сдала, а другой девочке. И тогда мы поняли, что все, мы едем в Ярославль на подтверждение. Но уже в Ярославле очень было страшно. Не знаю, как гей, но мне было прям очень страшно. Я понимала в тот момент, что от того, как я прыгну, зависит мое дальнейшее будущее. Да, сдам, не сдам. Обе девушки с волнением справились и подтвердили свои результаты. Приказом Министерства спорта Российской Федерации им присвоили звание «Мастер спорта России». Так Ирина Тимонина и Тамара Давыдова стали первыми, кто достиг почетного звания в отделении прыжков на батуте за последние 7 лет. Всего за историю отделения тренеры воспитали 12 мастеров спорта. Как воспитываемся? Тренируемся, гоняем их, вот и все. Смотрим. Кто сможет, ну уже видно, сможем. И начинаем с ними работать больше. Ну как бы накачивать их. Вот это все. И они начинают уже серьезно, более серьезно подходить. Тренируются спортсменки у Анатолия Меньшикова и Александра Абакарова. Анна Козловская – человек, который живет и дышит танцем. Хореограф воспитала порядка 500 детей и подростков, которым прививала любовь к танцу. Свой коллектив Анна Козловская создавала с нуля. За это время у танцоров было много конкурсов, фестивалей, концертов, творческих экспериментов. Во Дворце детского творчества Анна Козловская проработала 9 лет. Для нее это стало большой и значимой частью творческой и педагогической деятельности. Хореограф воспитала порядка 500 детей и подростков, которым прививала любовь к танцу. Свой коллектив Анна Козловская создавала с нуля. За это время у танцоров было много конкурсов, фестивалей, концертов, творческих экспериментов. Изначально я не воспринимала работу во Дворце творчества как кружок и никогда им не являлась. Всегда были большие такие планы, были цели, к которым мы стремились. И мне очень повезло в жизни, что на пути развития стали родители, которые мотивировали, поддерживали. И вот все наши конкурсы и поездки – это были мероприятия, не связанные, так скажем, с программой Дворца творчества. Самым значимым событием в истории студии, эстрадной и народной хореографии Задоринки для педагога стал Славянский базар в Витебске. В рамках фестиваля искусств состоялся третий танцевальный проект Dream Dance Fest. Девушки прошли национальный отбор в Москве при посольстве Беларуси и представляли страну на международной сцене. Старшая группа Задоринок получила гран-при за танец «Черный ворон». У коллектива были неоднократные победы во всероссийских и международных конкурсах, конкурсах по серии ЮНЕСКО. Девушки работали с известными хореографами и режиссерами. Анна Козловская гордится, что в числе ее воспитанниц есть те, кто добился высоких результатов в танцевальном искусстве. Я горжусь своей выпускницей. Это в девичестве Баландина. Сейчас она Маслова Кристина Алексеевна. Это мой педагог. Это девочка невероятной красоты и обаяния. Она безумно талантливая. Она протанцевала у меня в Задоринках 8 лет. Потом она закончила Саранский колледж по специальности педагог-хореограф. Это, конечно, мой бриллиант. Это Диана Кукушкина, солистка студии. Анна Козловская – человек, который живет и дышит танцем. Она постоянно стремится к саморазвитию. Вместе со своими воспитанницами педагог участвовала в мастер-классах от именитых профессионалов. У каждого ребенка хореограф тоже чему-то учится. Три года назад у Анны Козловской появилась мечта – открыть собственный центр. Хочется создать место, где детям будет атмосферно, уютно, тепло, современно, масштабно, где дети будут раскрывать свой внутренний потенциал не только с точки зрения хореографии, но и других аспектов, своих, так скажем, навыков и умений. А мы, как педагоги, будем им помогать. Редактор субтитров А.Семкин